Уважаемые коллеги, скоро Дума будет принимать бюджет на 16-й год. Основные параметры уже известны и обсуждаются, но меня больше всего поражает сам подход к формированию бюджета. Подход один – подсчитать барыши, а если не хватает, то побольше выгрести из карманов нищего народа. Странно, но для правительства не существует реальный сектор экономики, они им просто не интересуются и не обращают на него внимания. Казалось бы, с января 2015 года в стране сложилась просто уникальная ситуация. С повышением курса доллара и евро импортная продукция подорожала вдвое, и на внутреннем рынке появился спрос на отечественную продукцию, которая значительно дешевле, но, к сожалению, ее нет. Вместо наращивания объемов производства правительство довело промышленность до рецессии. За 8 месяцев 2015 года промышленность дала снижение объемов производства на 3,2% к уровню прошлого года. Объем производства снизился практически во всех отраслях промышленности. Естественно, никакого импортозамещения нет. За 7 месяцев страна закупила машины и оборудование на сумму 45 миллиардов долларов, да еще товаров химии на сумму 19 миллиардов долларов. А совсем недавно все это мы производили сами. На экономическом форуме в Сочи ведущие экономисты России и западных стран убедительно доказывали, что во время кризиса необходимо предоставлять экономике дешевые кредиты. У нас, наоборот, их сделали недоступными. Надо увеличивать инвестиции в экономику, в том числе государственные. У нас, наоборот, инвестиции снизились за полугодие на 3,4%. Надо повышать потребительский спрос. У нас, наоборот, сокращают. Реальные доходы населения за полугодие снизились на 5,1%. Розничные цены повысились на 16%. Зарплата понизилась на 8,5%. Надо отчетливо представлять, что в стране наступила экономическая разруха. За последние 5 лет в стране было открыто 40 новых производств, а закрыто 365 заводов и фабрик. Отменено 135 поездов дальнего следования, 600 электричек. Крупнейшая авиакомпания «Трансаэробанкрот» ЮТЭЙР «Аэрофлот» находится в сложном финансовом положении. Разорило 165 туроператоров. В стране осталось 9 регионов доноров. В 47 регионах долг превысил половину доходов. Бюджеты поселений сформированы только на 35%. Изъято почти все налоги. Полномочия переданы районам, но они их не выполняют. Люди сидят без воды, мусор не вывозится. Что будет зимой, можно только предполагать. Все это делается по законам, принимаемым фракцией «Единая Россия» с подачи правительства. У нас Кировский завод выпускает замечательные трактора и благодарит правительство за введение субсидий на покупку отечественной техники. Но сейчас усиленно проводится политика в правительстве распространить субсидии и на импортную технику, а это значит угробить собственные производства. С введением налога на недвижимость с кадастровой стоимости арендная плата за помещение возросла в 2-3 раза. Тем самым было разорено более 300 тысяч малых предприятий. В первом полугодии численность крупного рогатого скота сократилась на 2%. Половина поголовья скота производится в личных подворьях граждан. Но в правительстве уже обсуждается вопрос о сокращении поголовья скота в личных подворьях граждан. Это от большого ума? Скажите, пожалуйста. Вопреки вопрос импортозамещения тормозится тем, что внутренняя торговля отдана иностранным торговым сетям, которые не берут отечественную продукцию, а рынки уничтожены, их осталось всего 1400 штук. Где продавать продукцию? Более того, здесь принят закон, по которому дачника, продающего яблоки у подъезда собственного дома, сажают за незаконные предпринимательства на 6 лет. О каком импортозамещении можно в таком случае говорить? Гражданские подворья дают стране 70% овощей и 80% картофеля. Но посевы в этом году под картофель уменьшены на 17%, под овощи на 23%. Почему? А потому что земельный налог увеличился в 10 раз, вот и отрезают крестьяне свои картофельные поля и личные подворья. И это все называется импортозамещением. За 7 месяцев 2015 года Россия закупила мясо 400 тысяч тонн, рыбы 219 тысяч тонн, молочных продуктов 270 тысяч тонн, лука и чеснока 283 тысяч тонн, картофеля 534 тысяч тонн, яблок 447 тысяч тонн. Все это Россия всегда производила сама, теперь закупает по ценам вдвое выше, чем год назад. Между тем уровень жизни российских граждан отстает от ведущих европейских стран в десятки раз. Средняя зарплата в европейских государствах 4200 долларов, в России 470 долларов. Средняя пенсия у них 2200 долларов, у нас 190 долларов. Согласно статистике, сегодня в России более 51% населения имеют доход ниже 15 тысяч рублей в месяц, то есть существует ниже биологического уровня минимума. Доходы населения к концу года снизятся еще на 7,5%. Уже запланировано до 25% сокращение штатов в государственных корпорациях, а всего в текущем году будет выброшено на улицу более миллиона рабочих и служащих, в том числе служащих правоохранительных органах. В то же время безудержно растут многомиллионные зарплаты и доходы государственных чиновников и руководителей государственных корпораций. Но введение прогрессивного налога на сверхдоходы считается недопустимым, несмотря на то, что его введение допустимо во Франции, в США и еще в 32 странах мира. Бюджет 2016 года показывает, что правительство намерено просто разгромить пенсионное обеспечение, увеличить пенсионный возраст, не индексировать пенсии, снизить зарплаты, естественно увеличить цены, а также все тарифы ЖКХ. Полным разгромом подвергается социальная сфера. В 2016 году ассигнование на ЖКХ снизится до 78 миллиардов рублей, на 50 миллиардов рублей сократится бюджет образования, на 58 здравоохранение, зарплата учителей и врачей должна понизиться на 34 миллиарда рублей. Все эти деньги придется заплатить народу, иначе двери государственных учреждений захлопнутся навсегда. Сегодня наше здравоохранение находится на уровне дальше 1940 года. Правительство заявляет, что нет денег. Нет, потому что нефтегазовые доходы выводятся за границу со средней доходностью 0,37% годовых. Это преступление. Не прекращается вывоз капитала банками и корпорациями. Согласно данных Росстата, за последние 14 лет из страны вывезено нет-то 780 миллиардов долларов, и это только легальный вывоз. Но несмотря на это, денежных накоплений в России около 31 триллиона рублей, в том числе бюджетных. Фонд национального благосостояния размером 5 триллионов, накопительная часть пенсии 360 миллиардов, которые накапливались для стабилизации пенсии. Но теперь, когда понадобились эти деньги, их не хотят отдавать, потому что они размещены в Соединенных Штатах Америки. Страна скоро скатится в пучину голода. Импорт сократился на 40%, практически по всем позициям. Однако собственное производство не налажено, и за счет повышения цен ограничился спрос, следовательно, потребление сократилось. В структуре импорта по-прежнему 14% занимает продовольствие и 55% машин и оборудование. То, что мы закупаем мясо и молоко, неудивительно. Но почему мы закупаем овощи, картофель, лук, чеснок, капусту, которые могли бы производить сами, но не производим? На закупку продовольствия потратили 15 миллиардов долларов. Даже соли закупили 203 тысячи тонн, хотя соль в Искунчаке имеется, но не добывается. Интересная картина импорта. Сокращение закупок из Евросоюза, которые ввели санкции, составило 35-40%. Страны СНГ не вводили санкции, но сокращение закупок такое же, 38%. Из Беларуси объем товаров сократился на 37%, а это наш союзный друг. А возлещий враг США на особом положении поток товаров из-за океана сократился всего на 29%, и это, в общем-то, меньше всех. В прошлом году, после введения санкций, импорт из США даже увеличился. США призвали европейские государства к аресту активов компании «Вэмпилком» МТС общей суммой 1 миллиард долларов в рамках расследования дела о коррупции в Узбекистане. А российское правительство в августе 2014 года вложили 3,5 миллиарда долларов, в августе 2015 года вложили еще 1,5 миллиарда долларов в экономику США. Они нам санкции, мы им деньги. Стыдно сказать, но оказывается, официальный сайт Центра Сбиркома администрируется в Соединенных Штатах Америки. И не только. Все министерства страны, экономика, финансы, Центральный банк находятся под контролем аудиторских фирм США. Валютные резервы находятся в США и Евросоюзе. 80% торговли принадлежит иностранным торговым сетям.